МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Охраны в квартирах пересохли на несколько дней. Сегодня в полудне в администрации города собрался оперативный штаб. Его возглавил Александр Милосердов. Он и пояснил причины возникновения слухов. Ночью был забор воды на водозаборе. По оценке небольшого количества осенне-зеленых водорослей, которые попали по трубопроводу на очистные сооружения. Оперативный штаб собирается каждые три часа. На данный момент забор воды осуществляется мобильным устройством, позволяющим брать воду в наиболее чистых зонах водохранилища. В усиленном режиме работает лаборатория, проводя постоянный анализ. По словам Александра Милосердова, вода, которая сейчас течет в кранах, безопасна и пригодна к употреблению после кипячения. Вода была с повышенным запахом и мутностью. Вот это мы сейчас устраняем. В связи с тем, что запах имеет место, до его устранения рекомендуется употреблять воду из-под крана после кипячения. Тем не менее, принято решение о дополнительном сбросе загрязненной воды с магистралей трубопроводов. Эта вода сейчас течет по центральным улицам. Начата промывка труб. Она продолжится до тех пор, пока вода в кранах не станет чистой. Из-за спада давления вода может не доходить до верхних этажей многоэтажек. Такая ситуация уже сейчас наблюдается. Но Александр Милосердов уверяет, что отключение не произойдет. Я, конечно, приношу извинения за те неудобства, которые мы жителям в результате этого предоставили, но это временное отключение не будет. Так что вода нормализуется в ближайшее время по запаху, по цветности и по употреблению воды в приготовлении пищи для питья и так далее. Стоит добавить, что мэр Волгодонска Виктор Фирсов в курсе происходящего. Он принимает решение в телефонном режиме. Мы будем наблюдать за развитием событий. За дополнительной информацией следите в наших следующих выпусках. На этом у нас все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова